Живописная природа Южного региона вдохновляет на творчество. Красочное и зачаровывающее море, лиман, виноградники Шаба полюбились мастерам из Украины, Румынии, Польши, Германии, Молдовы. Сегодня в преддверии праздного Национального дня Румынии мы открываем прекрасную выставку, в которую вошло более 50 работ, выставку участников международного творческого пленера ЧТТАЛБУ. Можно сказать, что экспозиция получилась очень разнообразной, благодаря тому, что в пленере участвовали художники из разных стран. Это и украинцы, это и поляки, это и румыны. Все работы очень высокого уровня, хотя все работы очень разные. Здесь и абстракция, и реализм, и пейзаж, и графика. Известные одесские акварелисты принимали участие в пленере. Экспозицию посетил генконсул Румынии в Одессе Эмиль Рапча. Они рисовали в вашей регионе. И поэтому я считаю, что это первый международный пленарь, который был там. Это показывает, как разные артисты из разных стран смотрят на Южную Украину, на Одессу и на вашу регион. Экспозиция посвящена Белгород-Донисровскому региону, его природе. Мы попытались сделать очень просто. Собрать с разных стран художников и показать наш регион глазами других мастеров с разных регионов, которые в первую очередь, естественно, помогают интерактивному общению между собой в первую очередь. И, естественно, во втором плане это реклама нашего региона. На выставке представлен и совместный проект мастеров. Художник Инна Мельниченко рассказала о том, как воплотили в творчество путь винограда – от ростка до превращения в вино. Во время пленера мы создали серию из шести полотен. У нас было шесть художниц. Мы расположились в шапских виноградниках непосредственно. То есть среди этого, на этой земле, наполненной светом, солнцем, виноградными гроздьями. И создали серию абстрактных полотен. Они называются «Рождение Альварна». Эта картина рассказывает о зарождении, рождении винограда, о появлении первого листа, о появлении грозди, о сборе урожая. И непосредственно этот результат, чем славится Бессарабия. Художники говорят, живописная природа вдохновляла, начинает творить с раннего утра. Конечно, вдохновляет. Это же природа. Ты просыпаешься, и там есть рассвет, есть закат. Это то, чего мы не видим в городе, среди наших домов. Там только ты проснулся, и уже ты видишь солнце. В пять утра ты уже с этюдником, ты уже бежишь писать. И, конечно, это вдохновляет. Плюс море. В этом году баловала природа. Такой бархатный был в сентябре, октябре, даже ноябрь нас баловал. Не оставило равнодушным и море, который так любит изображать на своих полотнах художники. Я старался рано утром, чтобы был покой. Очень редкое состояние моря, когда оно почти сливается с горидонтом. Вообще никого нет. Ничего почти не движется, кроме чая. Ну и, конечно же, там разные ранние посетители, от котов до собак, они там вносили в этот покой ранний, в такую струю. То лают, то кричат, беспокоят. Генконсул Румынии отметил, что такая выставка подчеркивает тесную связь между Украиной и его страной. В Румынии Украина не только сосед, а друзей. Мы разделим, у нас тоже самая цель. Демократия, свобода, стабильность, мир, согласие и, конечно, сотрудничество. Потому что без сотрудничества никто не идёт вперёд. В дальнейшем экспозиция будет выставляться в других странах, отметили организаторы.